Работы по восстановлению поселка идут по графику. Уже вывезено тысячу тонн грязи, камней и деревьев. До конца текущей недели спасатели обещают завершить весь необходимый объем и вывести всю технику. Проведено более 75% работ от запланированных. В настоящий момент группировка продолжает подворовую зачистку территорий, также планировку улиц и распиловку деревьев по руслам рек. С первого дня восстановительных работ и до сих пор в ауле посменно работает большая команда. Наравне с ответственными ведомствами к восстановлению от Хагапша подключились сотрудники Сочинской администрации, актив местного отделения партии «Единая Россия» и волонтеры. Ущерб оценивали также совместно. Каждый дом и подворье поочередно обследовали представители БТИ, члены общественных организаций и собственники домов. Впрочем, несмотря на проделанный объем работ в предельно сжатые сроки, нашлись в поселке и те, кто остался недоволен помощью. Так, один из местных предпринимателей, подсчитывая убытки, уверен, что администрация города должна помочь ему в восстановлении бизнеса. Мы бизнес никому восстанавливать не можем, потому что это бизнес, потому что главное решить вопросы, связанные с жильем. Но этот случай скорее исключение. Местные жители в разговоре подчеркивают, такой поддержки и слаженности при устранении последствий ЧАЭС они не ожидали. Двор Руси Тхагушевой, который одним из первых принял на себя основной удар стихий, уже очищен. Сейчас ее семья постепенно начинает возвращаться к обычной жизни. Нам так помогли люди, что я каждый день благодарю, кто нам помогает. Это депутаты Вариджана нам с техникой, с коллективом дали, МЧСников давали. С 6-го числа вчера только мы увидели свое хозяйство, последняя чистка была, вот расчистили. Вот это все завалено было. Сейчас одной из главных проблем остается водоснабжение села, но и здесь уже приняты меры. Мы вызвали организацию Кубань Геология. Они обследовали участки населенного пункта, где можно установить новый водозабор. Завтра приезжает подрядная организация, которая по проекту, подготовленному, начнет заниматься строительством водозабора. По словам специалистов, несмотря на авральный режим строительства, работы займут не меньше месяца. Стабильное водоснабжение в Тхагапше должно заработать уже в конце июля.